Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 12 февраля, Васильев день. В этот день состоялся собор трех великих вселенских учителей. Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Причина такова. Среди народа возник спор, кто из этих святых лучше. Спустя некоторое время после спора они явились, притом не во сне, а наяву Иоанну, епископу Евхаицкому. И сказали ему едиными устами. Мы равны у Бога, как ты видишь. Нет у нас ни разделения, ни какого-либо противодействия друг к другу. На этом спор закончился. Согласно народному поверью, сегодня нельзя преоспряжу, это грех. Этот день еще называли днем трех святейших неприодильщиков. Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. В лесу с этого дня начинаются волчьи свадьбы. Звери дерутся друг с другом, кто станет женихом. Поэтому люди старались в этот день в лес не ходить, чтобы не попасться на глаза злым животным. Станный путь к этому времени становился трудным, так как появлялись проталины на дорогах. На столе в этот день непременно должны были быть блюда из дичьев. При этом дичь готовили с разными начинками и красиво украшали. Однако ходить на охоту в этот день запрещалось. Приметы. Если в этот день ветер, быть сыром угодно. Снежные хлопья становятся крупными к оттепели. Если на снег выходят мыши, к скорой оттепели. Деревья покрылись инеем к теплу. Если подул ветер с севера, а туч нет, к сильным морозам. Если луна красная, к сильному ветру. Можно строить планы на будущее, они будут удачные. Нельзя сегодня ревновать и злиться. Лучшее время помириться, это сегодня на Васильев день. Если этого сегодня не сделать, будут враждовать весь год. Телеведущая Таня Лавич. Здравствуйте. И я уже в партуке, потому что у нас большое сегодня дело. Да. Луковый суп. Кто его только не делал. А с другой стороны, с точки зрения целебности, одни вопросы. Они, конечно же, к Вам. Полезен, не полезен, кому? И в каком варианте рецептуры? В каком варианте рецептуры? Дело в том, что лук, он обладает огромным количеством целебных свойств. И самое важное из них, это жгучие свойства, которые способны сжигать даже раковую опуху. И этими свойствами воспользовался австрийский целитель Рудольф Бройс. Он как раз и рекомендовал луковый суп для того, чтобы... Ну, как бы это дополнение, конечно, для того, чтобы излечиваться от онкологии. И, кстати, он с помощью своей методики, в которую входит, конечно, и в том числе луковый суп, излечил, как думаешь, сколько больных? 45 тысяч больных. То есть статистика есть статистика, поэтому можно этому доверять. То есть мы делаем по рецептуре вот этого... Рудольфа Бройса. Делаем по рецептуре Бройса. Может быть, тогда сейчас приготовим бульон, пусть он себе там варится. Нам нужен будет овощной бульон же, ведь? Да, нужен будет овощной бульон. Кратенько, как делается луковый суп. Луковый суп делается так. Значит, отрезается вот эта луковица, и причем она должна быть вот даже вот с этой вот шелухой. Ну, просто-напросто чистенькая должна быть. Вот. Мы ее мелко нарезаем, обжариваем до золотистого цвета, и одновременно делаем овощной бульон, чтобы он у нас был этот овощной бульон. И после того, как у нас обжарится до золотистого цвета, а этот бульончик уже у нас будет, мы туда выкладываем лук и до готовности варим. Хорошо. И после этого хорошо. Подожди. Особенность употребления этого лукового супа. Оказывается, употреблять его надо только юшку. Все процеживаем и пьем только один бульончик. И вот этот бульончик, он обладает целебными свойствами, которые, с одной стороны, усиливают защитные силы организма, а с другой стороны, вот этими жгучими свойствами воздействуют на онкологическую клетку. Потому что свойства, будем говорить, лука, они как были, так и есть, несмотря на то, что он подвергся термической обработке. Хотя, когда мы... Выходят вот эти вот летучие вещества и горечь, он становится довольно-таки сладеньким. Итак, приступаем, режем. Я хочу просто заложить овощи в воду, чтобы делался бульон. А дальше он все выкварится. Хорошо. Давай для этого их порежем. Порежем. Пожалуйста. Давайте порежем. Нет, 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 нет. Хорошо. Потом, чтобы... Танюша, вот тебе ты будешь овощи резать, а я буду резать лук. Так эти овощи мы потом выкинем же. Ну и что, что выкинем? Так пусть они целиком варятся. Нет? Потом будем выковыривать. Ну, я думаю, что все-таки они лучше разварятся. Поэтому я делаю лук хорошо. Он же что, должен закипеть? А, это у нас корень сельдерея? Корень сельдерея. Овощной бульон на чем можно варить? Овощной бульон можно варить на различных овощах. Это и сельдерей, и морковка, и вот у нас... Кабачок. Кабачок, и петрушка, и укроп. Так, а я пока нарезаю. Подожди, мы еще с тобой не порезали петрушку и укроп. Давай. Туда тоже. Петрушку и укроп, да. А, сейчас. Чтобы у нас был более насыщенный. Не спешите. Хорошо. Режьте, не спешите. Кинзочка так же... Нарезать как? Мелко прям? Ну, можно покрупнее. Я думаю, может быть, веточками удобнее вытаскивать, чтобы... Хорошо, хорошо. Мы просто-напросто процедим на рисунок. Ага. Ну, ладно. Нарезайте. Нарезаем. Такими крупными кусками. А я пока режу волк. А как мы будем процедивать? Вот у меня вопрос. Вот это я беру на себя. Хорошо. Одним словом, ваша задача просто-напросто все это дело порезать. А процедить мы уже процедили. Вот, нарезаем все это дело. Вот. Мы будем процедивать после того, как смешаем с луком? Конечно, после того, как все приготовится, мы это будем процедивать. Так. Так. Раз, два. А я думала, мы отдельно сварим бульон. С ним до конца все доделаем. А потом соединим с луком. А раз у нас все будет, тогда действительно надо поменьше было резать. Поменьше надо резать. Хорошо, я еще успею. Давай. Так. И еще мы обрезаем. Кстати, Бройс разработал целую методику, которая помогает в лечении не только онкологических заболеваний, но и других таких серьезных заболеваний. Туда входит и настрой. Особенно эмоциональный настрой. Это вера в то, что человек обязательно избавится от своего недуга. Потому что воля оказывается решающим компонентом. Многие люди преждевременно опускают руки и не борются. Более того, они думают, что кто-то за них должен бороться с их заболеванием, которое они сами заработали. Поэтому настраивайтесь на борьбу. Луковый ступ, конечно, будет делать свое полезное дело. Но ваши волевые усилия при этом никто не отменял. 19-е лунные сутки. Энергетика этих суток считается тяжелой, что выражается в склонности к легкому обольщению и склонности к порочным действиям. Именно поэтому символика этих лунных суток связана с пауком и паутином. Сегодня важно думать, прежде чем что-то предпринимать. Избавьтесь от самообмана и гордыни. Хорошо попросить прощения. Активность организма сосредоточена в области поясницы и хрестца. Можно самостоятельно размять эту область, стереть масло. Сегодня полезно посидеть у открытого огня и посмотреть на него. Огонь сжигает негатив. Питание должно быть обычным. Злоупотреблять специями не следует. Двигательная активность нормальная. Двадцатая лунная сутка. Энергетика лунных суток активизирует духовные качества человека и зовет его на подвиг. Чтобы чего-то достигнуть в жизни, важно оставить сомнение, принять решение и вложить все силы. И тогда все подвластно человеку. Главное, чтобы по достижению поставленной цели человек не возгордился. Сегодня рекомендуется читать духовные и нравственные книги, в которых описаны деяния святых, и брать с них пример. Есть рекомендация в этот день поголодать. Если это трудно, сделайте пищевую разгрузку на кисломолочных продуктах. Или просто на свежих салатах. А так как сегодня энергетически активен таз и бедра, то выполните упражнения, дающие наростку на них. Приседание, либо ходьба на ягодицах.